Приветствую, друзья! С вами Дмитрий Говдя, автор проекта theedifyspeak.com. Сегодня мы поговорим о достаточно простых вещах, о таком выражении как переходить или идти по дороге или переходить дорогу. Казалось бы, элементарные вещи, но тем не менее, когда доходит дело до того, чтобы это сказать, у людей возникает проблема. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, нажимайте на кнопку «Подписаться», нажимайте также на колокольчик, тогда вам будут на почту приходить сообщения о том, что вышло мое новое видео. Итак, давайте остановимся на первом выражении. Идти по улице, давайте по улице. Итак, как это сказать? В большинстве случаев в немецком языке это подразумевается, что я иду вдоль улицы, вдоль улицы. То есть, если мы на русском языке хотим сказать «я иду по улице», то, как правило, это передается на немецкий язык «я иду вдоль улицы». Вдоль у нас будет entlang, это предлог entlang и он управляет аккузативом. То есть, после него ставится аккузатив. Крайне часто entlang ставится после самого слова, то есть, существительного. Если мы идем, например, вдоль улицы, то сначала улица будет, а потом уже будет entlang. И сама улица будет в аккузативе. Итак, «я иду вдоль улицы» будет «Ich gehe die Straße entlang». Также, может быть, можно это сказать немножко по-другому. Например, можно сказать, если речь идет о какой-то конкретной улице или ситуация, например, когда вам говорят «идите по этой улице прямо», «идите по этой улице прямо». Это будет «durch», «po» в данном случае будет «durch», «durch» сам по себе требует аккузатива. «Gehen Sie durch diese Straße geradeaus, прямо». «Gehen Sie durch diese Straße geradeaus, und dann finden Sie etwas» и там найдете потом уже «что-то», «ein hotel», «ein restaurant» и so weiter. «Durch diese Straße», может быть, название, например. «Идите по улице, по Линденстрассе», и вот там что-то найдете, что вам нужно. «Gehen Sie durch die Lindenstraße und dann finden Sie das Hotel». Понятно, да? Значит, два варианта «die Straße entlang» и «durch diese Straße», «durch die Straße», по улице просто. «Durch» очень часто применяется в таком достаточно общем значении, например, как вот «мы ходили по улицам», «мы гуляли там по улицам» во множественном числе. «Durch die Straße», давайте скажем, в прошедшее время «мы гуляли по улицам», обычный «perfect», в прошедшее время разговорное «perfect», как бы вы сказали, «мы гуляли по улицам». «Wer sind durch die Straßen gegangen?» или «мы ходили по улицам?» «Wer sind durch die Straßen gegangen?» вот таким образом. Хорошо, если мы, например, переходим улицу, переходим, нужно пересечь эту улицу. Если мы пересекаем улицу, то здесь не нужно применять глагол «übergehen». Это абсолютно необязательно «übergehen». мы просто можем сказать, например, «я…» Это может быть ситуация, когда вам кто-то говорит «перейдите здесь улицу» и идите, например, там по той стороне, прямо. «Перейдите здесь улицу», пускай будет такое предложение. Дословно это будет «идите здесь через улицу». «Через» здесь будет «über», будет «über». «Идите здесь через улицу». Это будет на русский язык, переводится «перейдите здесь улицу». Любая всегда от пересечения чего-либо, улицы, может быть, какой-то площади. Понятно, да? Вот такие вот простые вещи мы сегодня разобрали. Значит, вы запомнили, да, вдоль улицы «die Straße entlang», «я иду вдоль улицы», «ich gehe die Straße entlang», «я шел вдоль улицы», «ich bin die Straße entlang gegangen», «идите по этой улице», «gehen Sie durch diese Straße», когда у нас что-то конкретное. И пересечение «gehen Sie hier über die Straße». Понятно, да? Понравилось видео? Ставьте лайк, делитесь им со своими друзьями, родственниками и так далее. Пока!